Добрый вечер, Юлия Латынина. Код доступа, как всегда, в это время по субботам. В Америке президентом выбрали Трампа и, боже мой, какой переполов курятники. Я пессимист по натуре, особенно после поражения Саакашвили на выборах еще тогда, несколько лет назад. А у пессимиста, знаете, чем он отличается? У него все сюрпризы приятные. Я могу честно сказать, что победа Трампа для меня приятный сюрприз. Я могу честно сказать, что я в нее не верила, потому что изо всех утюгов побеждала Клинтон. Мне казалось наглым и самонадеянным говорить, что я, Юлия Латынина, что-то знаю про американскую нацию, чего люди на этом собаку съевшие не знают. И теперь вот оказывается, что эти люди или не знают, или просто врали, тупо врали, как наши в целомы, так же, как врали с Брекзитом. Вот сейчас все эти американские политологи и левые либералы оправдываются, несут какую-то чушь, что когда мы предсказывали, что Клинтон победит 70 на 30, это значит, что если сто раз бы были выборы, то в них бы 70 раз победила Клинтон. Американский целом. Это, кстати, к вопросу про 85% у Путина. Значит, что я вам хочу сказать. Всеобщеизбирательное право – это не лучшая система правления. Я всегда это говорила, что она не лучшая по сравнению с обществом, где голосуют только собственники и налогоплательщики. И у этих обществ тоже есть свои недостатки, потому что идеальной системы правления нет вообще, потому что человек не идеален, власть, состоящая из неидеальных людей, тоже не может быть не идеальна. А всеобщеизбирательное право много раз повторяло плохо тем, что предоставляет политику или фанатику безграничную возможность манипуляции плебсом. Мы это видим на Брежнем Востоке, в Иране, в Зимбабве, в Венесуэле, в России, вот где откровенный поток лжи, который льется там из уст шамана, из уст мулы, из телевизора, просто выносит рядовому избирателю мозги вместе с остатками здравого смысла и заставляет его верить, что он живет в самой сильной и могучей стране, а все беды его страны от того, что пиндосы гадят. Так лучше. Иногда в странах с давними республиканскими традициями, где пропаганда еще не отучила избирателя выбирать, всеобщеизбирательное право оказывается куда более предпочтительно, нежели господство самодовольной, завравшейся и заворовавшейся политической элиты. Так случилось с Великобританией во время Брекзита, так случилось с США во время этих выборов. И если все вот эти опросы показывали уверенное лидерство Хиллари Клинтон, так же, как они в Великобритании показывали победу сторонников Ремейн, а победил Трамп, так же, как в Великобритании победили сторонники Лифф, это значит, что значит? Во-первых, то, что эти опросы нам просто врали, то есть эти люди были ангажированы, а во-вторых, что значительная часть избирателей Трампа не хотела говорить, что она будет голосовать за Трампа, и была в значительной степени запугана общественным мнением, согласно которым голосовать за Трампа Меретон. Плюс, что вот эта вот не такая большая, как выяснилось, не составляющая большинство, но очень громкая и крикливая кучка, сумела навязать обществу свое мнение, что каждый, кто голосует за Трампа, фашист, российский, фашист, не верит в глобальное потепление, враг мирной религии и ислам, и даже ваша покорная слуга испытала, кстати, этот эффект на себе, потому что действительно, в начале избирательной кампании я лично была на стороне Трампа, не потому что я не видела его недостатков, а потому что я считала, что его достоинства значительно перевешивают его недостатки. А по мере того, как каждое его высказывание становилось предметом бесконечных полосканий, вышучиваний и лжи, я, знаете, не то чтобы поменяла свое мнение, но вот как-то начала рационализировать свое нежелание идти против мейнстрима. Вот он протекционист, вот он нарцисс, и вот вообще, значит, не верю я ему, врет он. И правда это, потому что протекционизм Трампа – это плохо, нарциссизм плохо, но это мелочь по сравнению с самой важной вещью. Трамп выиграл выборы президента США, потому что он последовательно с позиции здравого смысла адресовался к самым важным внеэкономическим проблемам, стоящим перед США, и без промаха бил по самым больным местам господствующей левой либеральной идеологии. Именно поэтому каждое его предложение становилось предметом ожесточенной кампании левой травли. Да как он смеет, да фашист, да безумец. И вот это было так громко и так единодушно, ровно потому что возразить по существу Трампа было нечего. И, конечно, собственно, вот этот переполов курятники очень плохо, значит, для Трампа, потому что понятно, что кампания по отношению Трампа не кончится с его победой, наоборот, она только начинается. И вот, например, в Грузии я хорошо помню ту кампанию ненависти и ежедневного очернения, который подвергался Саакашвили со стороны бывших, отстраненных им от власти. И, значит, по сравнению с той кампанией, которая будет развернута против Трампа, кампания против Саакашвили, это был бы просто детский сад. А уже, видите, раздаются замечательные голоса со стороны бывшего эстеблишмента о том, что, ну, конечно, да, вот если Трамп обрежет ногти, научится слушать, будет делать как все, будет ходить по камням, то, может быть, а если нет, его сотрет в порошок, и если нет, ему объявят импичмент. Это очень вероятно. Но все-таки есть одна важная деталь, потому что американская политическая элита чувствительна к мнению избирателя, и в лице Клинтона демократы предложили избирателя довольно необычного кандидата. Это кандидат, который в том и же ином виде уже почти 24 года, кстати, дольше Путина находится у власти. Это кандидат, который открыто использовал свою власть до создания двухмиллиардного фонда, который, в общем, является ничем иным, как торговлей и хеополитическим влиянием. А для удержания контроля над умами избирателя он вовсю пользовался инструментами тотальной пропаганды, создававшими в мозгах этого избирателя альтернативную реальность. И вот поскольку пропаганда оказалась не такой уж тотальной, и оказалось, что американский избиратель не готов 100% положить здравый смысл на антарь борьбы за политическую корректность и против глобального потепления, возможно, сейчас американская политическая элита чувствительно к мнению избирателя несколько скорректирует свою позицию к этим идеологическим инструментам. А возможно, и это тоже, к сожалению, еще более вероятный вариант, вот такого рода радикальные движения, такого рода радикальные элиты стоят еще более упорно и будут стирать в порошок своих врагов так же, как, допустим, условно говоря, их стирает Гринпис, который совершенно открыто пишет, что свобода слова не распространяется на тех, кто против глобального потепления. Что же касается в отношении России и США, то напоминаю, что, в общем, Трамп называл Владимира Путина сильным президентом только с одной целью, подчеркнуть слабость президента Обамы. Следующий российский истребитель, который там вздумает фигурять в воздухе возле авеновца США, всерьез рискует быть сбитым. Не исключаю, впрочем, что такой результат Путина и устраивал. Также не исключаю, что действительно будут какие-то попытки наладить сотрудничество по Сирии, где обе страны абсолютно не знают, чего делают. Надо понимать, что вмешательство России в Сирию – это такая же глупость, как вмешательство Америку в Сирию. Потому что, если вы не можете выиграть войну и не собираетесь выиграть войну, и вам ее незачем и нечем выигрывать, то не стоит в нее и ввязываться. Но, думаю, что надежды в том, что касается сокращения присутствия НАТО, и надежды в том, что касается сотрудничества в Сирии, в Кремле они несколько эфемерны, ровно по той причине, что главной причиной неспособности договориться Кремля с Западом является не Запад, а Кремль. И поскольку эта главная причина никуда не ушла, то договороспособность Кремля от того, что Трампа избрали, не увеличилась. Теперь, собственно, давайте перейдем к главной части. Давайте посмотрим на программу Трампа, сначала на экономику, а потом на все остальное. А что предлагает Трамп Америки? Первое – протекционизм. Это очень плохо. Напомню, что Великую депрессию запустил протекционистский тариф Смитта-Хаули, принятый, между прочим, республиканцем Гувером. Потом пришел Рузвельт и еще усугубил, но вплоть до того, что американских фермеров тогда исчезли огромные рынки для зерна и кукурузы, потому что протекционизм никогда не бывает односторонним. И вот Трамп, который хочет 35% пошлин для мексиканских товаров и 45% пошлин для китайских товаров, это, собственно, то, что принесло ему голоса избирателей ржавого полиса, это, собственно, то, что принесло ему голоса избирателей ржавого полиса, действительно рискует погрузить Америку в серьезную депрессию. Второе – Трамп хочет радикально снизить налоги на прибыль корпораций, сейчас это в среднем 39%, он хочет сделить 15%. Убежден, что это позволит гигантам силиконовой долины репатриировать почти 1,6 триллионов долларов кэша, которые они держат на Бермудах и так далее. Готовь вести переговоры с конкретными компаниями, снижать для них налог на прибыль до 10%. Вот еще раз это очень важно, что Америка, конечно, самая лучшая устроенная страна в мире, в том числе и по экономике, не считая прочих. Но вот этот вот абьюз налоговый и полное убеждение, что если ты наилучшим, наилучшим устроенным образом страна для предпринимательства, ты можешь делать со своими предпринимателями что хочешь, перевела к тому, что свыше полутора триллионов кэша, а это, кстати, почти столько же, сколько Россия за все это время получила сверхприбыли от нефти, лежит на Бермудах и не работает в американской экономике, и все это случилось при демократах. Плюс Трамп хочет радикально упростить налоговую систему США вообще, потому что всем известно, что она очень запутана, она является на самом деле результатом многочисленных компромиссов, которые в итоге являются компромиссами между политиками и финансирующими их компаниями, потому что это результат сделок в стиле «я тебе поглажу спинку, ты погладишь спинку мне, я дам тебе на избирательную компанию, а ты припишешь какую-то строчку в законе, которая позволит моей компании жить хорошо». Вот тут исключение, будет тут исключение. При этом Трамп считает, что те, кто зарабатывает меньше, чем 95 тысяч долларов в год, вообще не будут платить никакие налоги. И это очень замечательная мера. Единственный момент, что протекционизм ввести легко, а налоги снизить на самом деле гораздо сложнее. Третье. Трамп хочет радикально упростить регулирование бизнеса. Он говорит, что если мы будем ввести новую норму регулирования, то не меньше двух норм регулирования мы будем отменять. Прежде всего, это касается безумных ограничений, касающихся развития нефтяной и газовой промышленности. Потому что, как-то непарадоксально, сланцевый бум в Америке случился вопреки Обаме, а не благодаря ему. И все вот эти безумные попытки демократического правительства запретить строить Кейстоун, и безумные попытки зеленой элиты объяснить, что Кейстоун строить нельзя. Я даже помню совершенно фантастическую историю, когда тут Обама приезжал в Россию, у него была встреча с российскими правозащитниками. И на ней была госпожа Евгения Чайкова, которая защитница Химкинского леса. И Обама спросил, чего хотят российские правозащитники. Госпожа Евгения Чайкова стоит и говорит, пожалуйста, президент Обама, не строите трубопровод Кейстоун. Ну, полный финиш, да, вот нету больше у российских правозащитников идей, чем не строить трубопровод Кейстоун. Значит, Обама снимет ограничения на разработку американских энергоресурсных резервов. Он утверждает, что это типа 50 триллионов долларов и множество рабочих мест. 50, не 50, но это много триллионов долларов. Заметим, что тут рынки сразу среагировали, еще никаких действий не произошло, но цена нефти сразу упала, потому что сразу поняли, что да, скорее всего, это будет. В-четвертых, Трамп собирается уничтожить вот ту систему торговли влиянием, на которой и сидела в течение последних восьми и даже больше лет правящая леволиберальная элита. Он собирается ввести поправку Конституции, которая уничтожит количество сроков, на которые могут избираться члены Конгресса, потому что это американский президент, может сидеть только восемь лет, а член Конгресса может сидеть фактически пожизненно, и это еще с начала XX века бывают такие истории. Трамп хочет прекратить набор федеральных служащих, но это благое пожелание, а вот серьезное пожелание. Бывшим сотрудникам Белого дома и Конгресса будет запрещено становиться лоббистами в течение пяти лет после ухода со службы, будет пожизненный запрет для сотрудников Белого дома лоббировать интересы иностранных государств, и тем более собирать с этих иностранных государств средства для американских избирательных компаний. Вот это все полностью конкретно в огород Хиллари Клинтона, даже конкретно девушке правой ее руки, которую зовут Хума Авидин, которая, будучи помощницей Клинтона, официальной в Белом доме, умудрялась получать одно время три зарплаты в фонде Клинтонов, как сотрудник PR-компании, вернее, GR-компании, то есть лоббистской компании, и как сотрудник официальной американской администрации. В-пятых, Трамп собирается сократить расходы на НАТО, при этом повысить расходы на американскую армию. Вот это тоже важный момент, потому что безотносительно кремлевскому... Абсолютно справедливое решение, потому что вот безотносительно к кремлевским рассказам о том, что НАТО подступает к нашим границам, что такое НАТО? Это пережиток холодной войны. Это организация, которая когда-то спасла Европу от агрессии СССР, а вот, простите, чем занимается эта организация сейчас, кроме того, что она стоит себе за три четверти миллиарда новую штаб-квартиру? Она не смогла переосмыслить себя, как блок противящейся путинской агрессии в Европе. Она не просто это не сделала, она почвила то, что происходит. Она действительно приняла в НАТО Литву, Латвию, Эстонию, но это было еще когда кремль не расправил крылья, а в апреле 2008 года, напомню, в Бухаресте на саммите НАТО в Румынии фактически отказали в приеме к Грузии. Это был зеленый свет российско-грузинской войны. Точно так же НАТО отказывает в Украине, то есть оно специально держится в стороне от стран, которым угрожает российская абрессия, оно бросает их на съедение. А как все это выглядит с бюджетной точки зрения? Американский военный бюджет – это 610 миллиардов долларов, НАТО – это 900 с небольшим, то есть есть 27 стран-членов НАТО и одна Америка, общий ВВП этих 27 стран больше американского, а при этом американцы тратят 70% от совокупных трат членов НАТО, остальные тратят только 30, при этом еще полагаются на американскую электронику, баллистические ракеты, при этом страны, которым больше всего что-либо угрожает, находятся в Европе, а ниже за это их ниже политики еще имеют Америку и называют американцев там агрессором, наводящим свой порядок. То есть возникает вопрос, почему вместо НАТО не развивать действительно американскую армию? В шестых, Трамп при этом не собирается всех этих сокращений расходов, не собирается сокращать расходов на сценку, естественно, вырождает вопрос, а если налоги падают, а расходы на сценку не сокращаются, то откуда деньги возьмутся? Вот все эти предложения по экономике, из них некоторые протекционизм ужасный, другие замечательные, третьи вызывают, как я уже сказала, вопросы, а они все достойны серьезного обсуждения. Этого обсуждения не было вообще, оно было заменено полным отказом обсуждать и вместо этого кампании по тотальной дискредитации. Вместо этого, значит, чтобы обсуждать, ну, хорошо ли это, что госпожа Хома Абедин получает в три конца, нам говорили, нет, давайте мы будем обсуждать, что Трамп сказал grab them by the past. Ну, ребят, я извиняюсь, и наши даже либералы это с восторгом подхватывали. Как же может Трамп такое говорить? Ребят, я извиняюсь, я напомню, что такая же история была точно та же с пленками у Немцова. Накануне какого-то из марша у покойного Немцова опубликовали пленки, в которых не было решительно ничего, что противоречило его идеологическим взглядам, но только он там какие-то гадости рассказывал про Бажену Рынску. И никто из российских либералов не сказал, ну, абсолютно в стиле Трампа поражался, и никто из российских либералов не сказал, да как же Немцов имеет, сука, говорит, град им боя пассе, а все российские либералы сказали, как же эти суки предают огласке частной разговоры. А вот в этой ситуации это же надо представить себе, да, что вся американская либеральная общественность схавала эту частную пленку и с восторгом вместо того, чтобы сказать, да как же эти суки предают огласке частной разговоры, какая же это мерзость, сказали, ах, какой ужас, говорит Трамп. А теперь посмотрим, собственно, на вещи, которые вызвали наиболее истерический крик, который находится вне отрасли экономики. Первое. Есть группа фактов, очевидных с точки зрения здравого смысла. На Ближнем Востоке большинство населения одобряет взрыв башен-близнецов. Размер этого большинства варьируется по странным опросам, но это где 70, где 60, где 80%. Джохар и Тамерлан Царнаевы, которые устроили теракт в Бостоне, получили статус беженца в США, при том, что получив этот статус беженца, они продолжали ездить на родину. Семья Царнаевых жила на деньги американских налогоплательщиков, не скрывала при этом свое ненависть из США. Братья Царнаевы не были одиночки. Они были одиночки в том смысле, что они были аффилированы Альскайдой. Но они не были одиночки в том смысле, что у них была ячейка единомышленников, у них была единомышленница-мать, у них были единомышленники другие студенты, которые сразу после известия о теракте пришли в комнату к Царнаевым и пытались скрыть улики. За некоторое время до теракта Царнаевы, видимо, совершили жестокое убийство тоже вместе с сообщниками, чтобы отпраздновать 11 сентября. В ходе расследования этого убийства они даже не попали под подозрение. Очевидно, что после этого теракта первый вопрос, который возникал с точки зрения здравого смысла, что что-то очень не так в иммиграционной системе США, если в страну в большом количестве могут заезжать люди, которые потом собирают скороварки на деньги американских налогоплательщиков. Однако предложений исправить иммиграционную систему от администрации президента Обама не последовало. Более того, последовало ровно обратное распоряжение. ФБР было запрещено использовать во внутренних документах и методичках слова «Исламский терроризм», после чего последовали другие теракты по такому же сценарию. Например, теракт Сан-Ген-Артина устроила супружеская пара, из которых женщина устроила в Саудовской Аравии религиозную школу и приехала к мужу по супружеской визе. Вопрос, можно как-то закрыть виз с США людям, которые заканчивают Саудовской Аравией религиозные школы. Когда гражданин США хочет стать шахидом и начинает убивать, чтобы попасть в рай, и там ему 72 девственницы достались, ну тут же ничего не поделаешь, это свой родной гражданин, вот он такой вырос. Вопрос, зачем импортировать людей из повышенной группы риска? Ответ, вы фашист и враг мирной религии ислам. Окей, давайте поговорим серьезно. Без скидок на политическую корректность, без криков фашизма и тоже без забрасывания грязью. К сожалению, в истории бывали случаи, когда целые религии находились, подчеркиваю, находились в зоне риска. Когда они были сконструированы так, чтобы обеспечить максимальную неприязнь их приверженцев к существующему порядку вещей. С одной такой религией, например, столкнулись римляне в первом веке нашей эры. Называлась эта религия иудаизм. Потребовалось три восстания. 66-го года, 115-го, 132-го, бар-ках-бы. Море крови, трупы, исчислявшиеся не сотнями тысяч, а миллионами в конечном итоге. Чтобы произошла реформа иудаизма, он превратился в современный раввинистический мирный иудаизм. Началась, собственно, эта история еще во II веке до нашей эры, когда произошло в Иудее победоносное восстание против империи селевкидов, который возглавил Иуда Маккавей, основатель династии Хасманеев. И в ходе этого восстания впервые в истории человечества прозвучала идея, что мученик за веру, отдавая свою жизнь, впоследствии воскреснет и получит жизнь вечно. Даже слово «шахид», собственно говоря, родилось приблизительно в это время, потому что «шахид» на арабском – это свидетель, точно так же, как «мортирос, мученик» на греческом – свидетель, а на сирийском – арамейском – это «сахдо». То есть это слово «сахдо» – свидетель, оно пришло, собственно, вот из тогдашнего воинственного иудаизма. Вот в первой книге Даниила в главе 7 прозвучала эта идея, что будет апокалипсис, и как уже в 12 главе говорится, «многие спящих в прахе земля пробудятся, одни для жизни вечны, другие на вечное поругание». Перерыв на новости. Программа «Код доступа». Программа «Код доступа». Юлия Латынина «Код доступа» – и так я тяжелый, а не приятный теме о милинаристских религиях, которые считают своих противников слугами сатаны. Вот Иудея – начало первого века, второго. Потребовалось три восстания – Иудейская война, восстание Бар-Кахбы, и особо хочу заметить промежуточное восстание 115-117 года, которое происходило не на территории Иудеи, это был наступательный джихад, на территории Кипра, где было вырезаемо население, и где опустошались языческие храмы, на территории Египта, на территории Киринайки, где, как пишет Дион Касси, повстанцы жарили плоть, делали ПСС кишок, умощались кровью и доделывали из их кожи одежду, и это может показаться ужасной римской пропагандой, но Киринайка была полностью опустошена, потому что иудеи сначала вырезали 220 тысяч греков и римлян, потом римские войска вырезали оставшихся в живых иудеев. И кончилось это запретом иудейской веры по всей империи. После восстания Паркагбы кончилось это двумя депортациями иудеев из Рима при Тиберии к Лавдии. Кончилось это запретом иудеям появляться на Кипре. Любой иудей, окажавшийся на Кипре, даже случайно подлежал смертной казни. Вот что делали римляне, столкнувшись с этим феноменом? Они прежде всего осознавали, что они имеют дело с тяжелой ситуацией. Как писал Тацит, этот народ, души погибшего в бою или казненных, почитают бессмертными и по этим причинам любят детей и презирают смерть. Народ не некоторый, весь народ. Да, то есть что это значит? Что иудеи не могут сделать карьеру, что ненавидели всех иудеев? Вовсе нет. Вот был в это время в первом веке раби Шамай, который очень действительно не любил чужестранцев. И однажды к нему пришел чужестранец и попросил ему рассказать Тору, стоя на одной ноге. И раби Шамай, естественно, послал этого чужестранца из язычника куда подальше. После чего этот язычник пошел к рабе Хилелю, который тоже был знаменитым тогдашним рабе, и тоже попросил рассказать Тору, стоя на одной ноге. И раби Хилель встал на одну ногу и сказал, «Люби ближнего твоего, как самого себя». И чужестранец этот обратился в иудаизм. Полно иудеев делало карьеру. У раби Хилеля не было проблемы. Иудей по имени Тиберий Александр, к примеру, стал сначала прокуратором иудеев, потом префектом Египта, потом, возможно, префектом Претория, то есть первым министром при Веспасиане и Иритите. И на посту префекта Египта, между прочим, он уничтожил 50 тысяч соседчинников в 66 году, тем самым предотвратив миллионаритское восстание в Египте. То есть, да, исталудаизм – мирная религия. Насколько она та же самая теологически, это глубокий вопрос, к которому мы сейчас ударяться не будем. Но я к тому, что да, была эта проблема, и бремя доказательства того, что эта религия является мирной, к сожалению, в тот момент, в I-II веке, лежала на иудеев. Это не значило, что римляне ненавидели всех иудеев, это значило, что они не собирались закрывать глаза на проблему. Абсолютно с такой же проблемой, только относительно другой миллионаритской религии, христианства, столкнулись китайские и японские правительства, соответственно, в XVI, XVII, XVIII веке. Китай никогда не имел проблемы с христианом, которых он знал еще со времен, когда туда они в качестве нестариан пришли. Китай всегда был абсолютно веротерпимой империей. Вдруг оказалось, что те христиане, которые находятся на территории Китая, францисканцы, доминиканцы, иезуиты в меньшей степени, а что они ведут себя чрезвычайно агрессивно, и что они говорят китайской культуре, которая насчитывает две с лишним тысячи лет, что вся эта культура не существует, что вся она должна быть уничтожена, что вся она языческая, что вся она неверная. И тогда терпимые китайские императоры взберенились и сказали, нет, ребята, мы вас запрещаем. Да, они... То есть, опять же, потом, в конце XIX века в страну опять пришли христианские проповедники. И они были приняты совершенно нормально, потому что они были менее нетерпимыми. По крайней мере, они не пытались навязывать всем свое мнение. Да, то есть, как вы должны относиться к нетерпимости? На примере отношения Римов с илдоизмом, на примере отношения Китая и Японии с христианством, мы видим, что в том случае, когда религия демонстрирует черты нетерпимости, бремя доказывать того, что она является мирной, лежит на членах самой этой религии. Да, можно бесконечно обсуждать, почему, условно говоря, в XI веке христиане были менее терпимы, чем в ислам. А сейчас ислам менее терпим, чем христиане. Можно с удовольствием поговорить, но вот, условно говоря, была страна, которую мы называем Византия, которая называлась поздней Римской империей, которая была абсолютно нетерпима и все время воевала со своими подданными. Потому что они верили, как правило, не в ту разновидность христианства, а в которую исповедовал на тот момент император. Поскольку разновидностей было много, то какую бы из разновидностей христианства император не исповедовал, всегда находилось какое-то огромное количество подданных, которые исповедовали другую. И тогда начинался геноцид этих подданных, и Византия, собственно, так и погибла, воюя против собственных подданных. Более того, распространение ислама было как раз связано с тем, что в этот момент ислам был гораздо более терпим. И если византийские императоры уничтожали своих подданных, то наоборот. Пророк Мухаммед и его последователи говорили, вы, люди книги, пожалуйста, веруйте во что вам угодно. Да, вот нужно обсуждать, почему так случилось, почему с мусульманством сейчас, какие особенности того, что происходит на Ближнем Востоке, делают многие разновидности мусульманства достаточно агрессивной религией. Но говорить, как сейчас Барак Обама и Хилари Клинтон, и левые либералы, что проблемы нет вообще, а проблемы есть только в проклятых фашистах, которые ненавидят мирных мусульман. А, ребята, если Бен Ладен не имеет отношения к исламу, окей, это прекрасно, но пусть это говорят мусульманские теологи Бен Ладену, а не газета «Гардиан» тем, кто в этом сомневается. Время доказательства в данном случае лежит, к сожалению, на представителях самой религии. Хотя, ещё раз повторяю, речь идёт о, безусловно, очень сложных процессах, которые не сводятся к понятию агрессивность и неагрессивность, речь идёт о строении человеческой души, переплетённом со строения общества. И мы знаем примеры двух великих мировых агрессивных религий, монотеистических, иудаизма и христианства, которые перестали быть агрессивными, оставаясь при этом всё такими же духовными. Вот подход Трампа – это как подход Тацета. Американский избиратель согласился с подходом Тацета, а не с рассказом о том, что если вы говорите слова «исламский террорист», то значит вы фашист и расист. Ещё одна история. Трамп – противник глобального потепления. Тоже очень интересная тема, и если можно, я начну с простого. Бегала я тут пару недель назад по моему любимому парку Айркон в стране Израиль и вижу, наконец, гиену. А гиены давно живут в парке Айркон, просто я уже несколько лет наблюдаю, как они всё более и более смелеют. Ещё несколько лет назад они совсем прятались, а потом их можно было видеть только рано утром, а теперь вот их можно, видите, в 9-10 часов стоят и даже от человека не убегают. Это я к тому, что чем благополучнее страна, тем лучше у неё обстоит дело с охраной природы. И несколько десятилетий назад эту гиену просто бы съели на мясо. А ещё тоже несколько десятилетий назад, вот в эта самая речка Айркон, которая течёт по парку и потом впадает у Тель-Авива в море, давний был случай, когда в ней утонуло несколько велосипедистов, потому что под ними обрушился мост профессиональных членов какой-то команды спортивной. И они, собственно, не утонули, они просто отравились от того, что по этой речке там текло. А теперь, как я уже сказала, там десятки разновидностей всяких гусей, уток, птиц и вот шакалы бегают. Это я к тому же, есть простая вещь. Самые зелёные, самые экологические, благополучные страны – это страны самые процветающие. Вот под Москвой недавно тоже случилась такая приятная вещь. Там Абрамович возле Сколково построил парк. И разом изменился в Москве и климат, и вообще ситуация, потому что места, которые были болотом, и по которым было невозможно ходить, стали абсолютно европейским местом. Нет другого способа сделать страну зелёной, как процветающей сделать её. Но самая страшная экологическая катастрофа – это нищета. Сравните, например, такие две замечательные страны, как Гаити и Доминикана, которые расположены на одном и том же острове. Вот как только на Гаити случается какая-нибудь экологическая катастрофа, включая даже землетрясение, она почему-то и в Доминикану обходит стороной. Землетрясение. Понятно почему, потому что просто доминиканские дома не выстроены из птичьего пуха и ссоров. Ну, например, вот стандартная история на Гаити, что там случается область, не убивающая большое количество людей. Как они случаются? Потому что это оползают склоны гор. Почему оползают склоны гор? Потому что вырублена вся растительность. Почему вырублена вся растительность? Потому что люди вырубают кустарник, чтобы готовить на ней еду, а ни газа, ни электричества нет. Или то же самое Северная и Южная Корея. Южная Корея – экологически благополучная страна, Северная Корея – экологическая катастрофа, связанная в том числе с тем, что очень бедная страна разрешили людям сельское хозяйство, что они распахали, они распахали неудобия на склонах гор. Что случилось со склонами гор? Они обрушились вниз. Это стандартная, обычная история во все века и для всех культур. Бедность – это экологическая катастрофа. Вот когда город Сингапур был более экологичен, а когда в него сейчас против естественной среды обитания завезли 6 тысяч деревьев и кустарников, из которых только полторы тысячи прижились, или в 30-х годах, когда вокруг речки Сингапурки жило 900 тысяч свиней, эту речку можно было сначала унюхать, нежели увидеть. Теперь что нам говорят сэкофундаменталисты, которые борцы с глобальным потеплением? Они говорят, вы все бизнесмены очень виноваты, потому что вы выбрасываете в воздух СО2, вы совершаете первородный грех, и мы вас будем регулировать. А что нам говорит Дональд Трамп? А Дональд Трамп говорит, что надо бороться не с СО2, а именно с местными экологическими катастрофами, что те деньги, которые расходятся в бессмысленное регулирование промышленности, надо расходовать на то, чтобы помойки у дома чистить. Да, у человечества есть проблема с экологией, проблема с разрушением окружающей среды. И это проблема, и Дональд Трамп тут совершенно прав, главный ее источник не потепление и прогресс, а главный ее источник – это бедность, демография, отсутствие прогресса. Если вы бедная страна, то вы дышите дымом от костра, это самый страшный канцероген. То вы живете в дерьме, вы не имеете канализации, вы вырубаете свои леса, вы пожираете своих животных. Вот как это просто. Если вы хотите это отрегулировать, вы должны уничтожить бедность. Экологические страны случаются, экологические катастрофы случаются в бедных странах. Вы знаете, есть замечательная история с горой Килиманджаро, где, как известно, тают ледники. И сторонники глобального потепления все время показывают, вот, смотрите, гора Килиманджаро, на ней тают ледники. Однако, между прочим, температура на вершине горы Килиманджаро последние десятки лет остается абсолютно неизменной. Почему же тают ледники? Потому что там растительность вырубают бедное население. Что надо сделать, чтобы ледники не таяли? Ответ – построить электростанцию. Экологическая катастрофа – это, к примеру, дельта реки Акованга. Потому что там дико размножилось население, население выпасает свой скот, и скот этот вжирает всю дельту. И так всегда было в истории человечества. Вот те же самые оползающие склоны – это проблема, с которой столкнулись, например, еще цивилизация индейцев Анасази, предки индейцев Пойбла, которые еще в V, VI, VII веке в Северной Америке имели сельскохозяйственную цивилизацию. Как раз цивилизация располагалась по долинам рек, как раз вверх, когда увеличилось демографическое давление, распахивались склоны, как раз когда склоны были распаханы до самого верха, все это обрушилось вниз, хороня под собой и склоны, и земли в долине реки, и кончилось дело людоедства. Археологи находят обгодные человеческие кости. Очень похожая ситуация была с перенаселением, конечно, не до людоедства у Японии и Китая, потому что вот к концу XIX века эти две страны, в которых не было заметного технического прогресса, страдали от перенаселения так, что те же самые китайские чиновники описывали то же самое явление, разрушающиеся горные склоны из-за эрозии. Человек, к сожалению, разрешает среду обитания всегда, он ее разрушает, когда делает поле, потому что поле – это не естественная экологическая среда обитания. А человек разрешает естественную среду обитания, когда охотится. Древний человек точно так же выхотил всех животных, он уничтожил всех крупных животных, которых мог потом приручить на территории Северной Америки, он уничтожил их на территории Австралии, он недоуничтожил их до конца на территории Евразии, просто потому, что он по территории Евразии распространялся достаточно медленно, и животные успели научиться бояться. И, к сожалению, человек – это животное, в расширенный фенотип которого входит умение изменять окружающую среду. При этом это неотменяемо, потому что, извините, у человека мозг большой, потому что человек в течение нескольких сотен тысяч лет ел пищу, обработанную на огне. Мы научились разводить огонь раньше, чем мы научились думать, потому что большой мозг потребляет много энергии, и стало возможно иметь большой мозг только тогда, когда у тебя от обработанной пищи есть источник этой энергии. Мы раньше научились делать орудия, чем думать. Мы, как бобер, нашим расширенным фенотипом является изменение среды обитания, и это хорошо, потому что мы можем построить из этой среды обитания рай, высокотехнологичный рай. Если бы развитая страна, то у тебя рядом с нефтеперерабатывающим заводом, как в Сингапуре, будут петь птички. А если ты развитая страна, вот я только что была в Австрии, и на велосипеде 200 километров проехала вниз по Дунаю. Я видела массу заводов, которые стоят, даже из них что-то дымится. Никакой экологической катастрофы, потому что это высокоразвитая страна, и ровно в метре от завода начинается зеленый лес. И теперь что нам говорят с глобальцами с глобальным потеплением? Они говорят нам, что человечество впало в первородный грех, что христиане считали таким грехом плотскую страсть, коммунисты – частную собственность, а борцы с глобальным потеплением говорят нам, что первородный грех – это изменение природы. Для чего? Ровно того, чтобы сказать, создать у нас чувство вины, объяснить, что скоро будет конец света, если мы не покаемся, и не искупим свою войну перед природой. Это не просто ложь, а это ложь на бытовом уровне, потому что диоксид углерода не имеет никакого отношения к помойке под домом. 170 тысяч тонн выбросов, которые выбрасывают автомобили в год в городе Красноярске, не имеют никакого отношения к концентрации диоксида углерода в воздухе. И вот есть это леволиберальное зеленое лобби, которое позиционирует себя как борцов против истеблишмента. Но на самом деле есть самый-самый истеблишмент, потому что что такое вице-президент США Альберт Горс со своими сказками о глобальном потеплении, как не самый-самый истеблишмент? Что такое голливудские звезды, борющиеся против глобального потепления, как не самый истеблишмент? И на самом деле эти ребята делают все, чтобы регулировать промышленность, чтобы не строить травопроводки и стоун. Вот если вы думаете, что делают зеленые фундаменталисты в Израиле? Вы думаете, они деревья сажают в парке Айркон? Нет, они выступают против разработки шельфового газа. Это такой новый социализм. Это такое... Раньше индустриалисты были виноваты тем, что они отбирают добавочную стоимость, и теперь они виноваты тем, что они загрязняют окружающую среду. И казалось, что это уже абсолютно полностью навязанное этим псевдо-эстеблишментом о мнении всему американскому народу. И вдруг пришел Дональд Трак и говорит, да нет, это фигня, давайте заботиться об окружающей среде, а не о том, как мы дышим, и не о том, как дышат заводы. И вдруг оказалось, что значительная часть молчалевого большинства на самом деле с позиции здравого смысла разделяет позицию Трампа. Ну и последнее обвинение Трампа, обвинение в сексизме, которое тоже абсолютно не сыграло, потому что есть феминизм и есть здравый смысл. Потому что господствующая демократическая лида довела феминизм до степени абсурда. А потому что сейчас каждая пьяная студентка, которая переспала с парнем по собственному желанию, на следующий день может пойти написать на него заяву. А если она не хочет это делать, то при университете есть специальный сотрудник, который заморочит ей голову и внушит, что ее ночные приключения, там не следствие обычных человеческих инстинктов, сдобренных изрядной долей алкоголя с обеих сторон, а последствие rape culture, культуры изнасилования, которое процветает в американских кампусах. А она rape survivor, выжившая. После этого, значит, изнасилование. И вот оказалось, что не все американские избиратели, не будучи ни похотливыми самцами, ни сторонниками домостроя, не уверены, что жаловающиеся на насилование при подобных обстоятельствах даму надо называть rape survivor. Многие из них, как выяснилось из голосования, считают, что, скорее всего, это просто инфантильная сучка. И очень многие, возможно, полагают странным, что безобетная борьба госпожи Клинтон за права женщины имеет место в основном на территории американских кампусов. А как только госпожа Клинтон продолжает сводовскую Аравию, то там она ничего подобного не произносит. А и вот все эти обвинения против Трампа, что «Grab them by the pass» – да, конечно, нехорошо он сказал, но, как я уже сказала, Немцов сказал примерно то же самое. И российская либеральная публика сделала только одно. Она возмутилась, что кто-то прослушивает пленки Немцова. И сделала совершенно правильно, потому что если человек говорит «Grab them by the pass» или если человек кого-то щупает, ну, хорошо, ему можно сказать «отстань». Хорошо, ему можно дать в рог. Хорошо, в самом тяжелом случае. Можно дать в пах. Если это именно просто «Grab them by the pass», если это не изнасилование, если это не приставание по должности и так далее. И вот этим ребятам казалось, что они будут вечно царствовать, что они создали в Элите такую атмосферу, при которой, помните, у нас есть такая замечательная Ирина Бергсет, ну, про норвежцев, которые насиловали ее мальчика, одетого в костюм Путина. И вот им казалось, что если парнозвезда обвинит Трампа в том, что она предлагает ей 10 тысяч долларов за ночь, то все, там, для элиты это конец. А вот большинство оказалось не впечатлено, они не поняли, чем Трамп оскорбил парнозвезду. Партии большой лжи казалось, что она абсолютно зомбировала американскую публику вот на эти темы. На тему политкорректности, мирной религии, на тему глобального потепления, на тему сексизма. Им казалось, что американский избиратель с промытыми мозгами должен сказать, «Ах, какая же, сука, этот Трамп, что он посмел оскорбить парнозвезду, он предложил ей 10 тысяч долларов». И они самих себя убедили, и, воль того, они многих убедили, потому что ни в чем не убеждается человек так охотно, а когда от этого его убеждения зависит его положение и его одобрение со стороны окружающих. Но вот оказалось, что американский избиратель не до конца впечатлился. И еще раз повторяю, несмотря на все недостатки Трампа, оказалось, что американский избиратель еще способен оценивать позиции с точки зрения здравого смысла. И в основном это связано с тем, что леволиберальным кругам еще не удалось создать такого количества избирателей, которые зависят полностью от государства и от леволиберальных ценностей, которые, например, собственно, уже существуют в Европе. Ну и, собственно, последнее, что я хочу сказать. А я пессимист по натуре, как я уже сказала. И, к сожалению, выборы в Грузии и выборы в России заставляют меня быть пессимистичными. Но вот то, что победа Трампа все-таки состоялась, заставляет меня усомниться в том, что 85% существующего российского населения одобряют политику Кремля. Потому что если лгали американские вопросы, то как же лгут наши? Всего лучшего. До встречи через неделю. Программа «Код доступа».